Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий Лжас Байдадинов. Продолжаем ту тему, которую мы начали еще в прошлом году об электроэнергии, о теплоэнергии, о генерации, о том, что делать Казахстану, потому что отрасль достаточно в хрупком состоянии, если так можно выразиться, и много вопросов, которые нужно решать, а тем более глобальная повестка никуда не делась, и она будет давлеть на развивающиеся страны, в том числе и на Казахстан. Ну, поговорим сегодня о том, сколько Казахстан вообще может экономить на передаче электроэнергии, на теплоэнергии, потому что вопрос насущный, весь мир уже приступил к этому, а мы еще, собственно говоря, даже и не начинали. У нас в гостях Жакоб Хайрушев, заслуженный энергетик Казахстанской электроэнергетической ассоциации. Жакоб, приветствую! Здравствуйте! Мы уже где-то каждый месяц, наверное, там посвящаем. Это хорошо. Хорошо, но мы в целом так еще и не обрисовали, наверное, весь круг этих проблемных вопросов. Но сегодня вот по электроэнергии, по теплоэнергии, да, вот опять, что нам делать? Ну, наверное, давайте вообще с общих каких-то понятий, да, энергоемкость страны, энергоемкость ВВП, в чем она измеряется, эффективны мы как страна или нет? Ну, я знаю, что нет, но... Давайте мы одним таким емким словом нашу сегодняшнюю тему обозначим энергозабережение. Притом, у нас есть отдельный закон, поэтому даже, вы знаете, некоторые специалисты говорят, что энергосбережение и энергоэффективность — это целая отрасль. Почему? Потому что сегодня в мире не про, значит, не... Как дополнительную энергию можно получить, не производя, не передавая, просто начать экономить эту энергию, и вот она, дополнительная энергия. И, вы знаете, специалисты Международного энергетического агентства называют энергосбережение первым топливом. И сегодня, ну, это уже даже не сегодня, во всем мире давно к этому вопросу относились и относятся с достаточно большим рвением, со всей серьезностью. Вот. И учитывая, особенно сейчас, в свете, так сказать, повышения ценных энергоносителей, этот вопрос, он прям стал таким вот более-менее, более-более актуальным. Более значимым. Да, более значимым. Ну, есть такое выражение, кстати, сэкономленный доллар — это заработанный доллар. Да. Ну, то же самое про электроэнергию. И, да, если в 91-м году, вот, мировой ВВП, чтобы произвести один доллар, он тратил больше двух киловатт. Сегодня, в 21-м году, чуть-чуть больше одного киловатта, чтобы произвести, так сказать, один... Ну, то есть энергосбережение, энергоэффективность, она улучшается и практически в два раза больше. Ну, улучшается. И, вы знаете, вообще сейчас специалисты, опять же, вот этого агентства, про который я говорю, выделяют, значит, несколько ключевых мер, которые должны быть в каждом государстве. Для каждого государства прописываются некие, так сказать, какие-то KPI. То есть, это всем нам известный, значит, запрет кредитования угольных электростанций. Ну, да. То есть, увеличение в энергобалансе возобновляемых источников энергии и тому подобное. Много таких ключевых мер. И, если вы позволите, вот один из, так сказать, наших слайдов, который... Да, да, да. Мы можем посмотреть. Вот первый график – это потенциал энергоэффективности в процентах данной ООН. Ну, давайте, да, сейчас мы их увидим. Давайте прокомментируем, что это означает, это мировые данные, как их интерпретировать. Это данные ООН о том, что каков потенциал в той или иной отрасли по энергосбережению. Если говорить про, допустим, промышленности, то это потенциал 42%. Он, получается, всего лишь сейчас используется на 60% и 42% еще есть. И самое, значит, самое главное в зданиях всего лишь на 18% используется потенциал энергосбережения. Значит, это в мире. А если говорить про Казахстан, то я уже, я думаю, там всего лишь на 10%. Ну, то есть во всех сферах, скажем так, есть определенный задел. Да. Мир им занимается, мы им, ну, должны заниматься, да, скажем так. Мы должны. Давайте мы Казахстану перейдем чуть позже. Я хотел бы буквально поговорить о том, какие инвестиции в мире у нас в энергоэффективность. Да, давайте. Вот мы, кстати, ваши данные, да, взяли. Вот это тоже, это чья статистика, кстати, глобальная инвестиция? Это МЭА, да? Да, это МЭА все. А, это МЭА, Международное энергетическое агентство. Вот мы можем следующий график посмотреть. Глобальные инвестиции в энергоэффективность в 15-21 годы в миллиардах долларов. Ну, вот Жакоб сейчас прокомментирует. Я вижу по ним, что, в принципе, цифры эти растут, да? Ну, цифры растут. И более того, вообще в каждой, вернее, не в каждой, а в 40 странах мира существуют специальные фонды по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Они прямо кредитуют те или иные мероприятия, которые позволят, значит, заниматься энергосбережением. И вот если вы посмотрите вот этот график, то где-то, конечно, есть провалы, но в целом в 2021 году, по сравнению с 2015 года, на несколько, там, по-моему, 10% поднялись инвестиции. Ну, с одной стороны, вроде бы не так много, да? 290 миллиардов долларов. Но здесь, скорее всего, идет речь о том, что уже в существующих, так сказать, моментах, в существующих отраслях сколько вложено на повышение энергоэффективности. Потому что современные и технологии, если вы посмотрите, даже бытовая техника там уже идет с классом повышенным. 3А там идет. Да, повышенным энергосбережением. Поэтому туда уже особо вкладывать ничего не надо. А в то в действующее. И вот вы, значит, что я хотел привести пример-то как раз. Вот Восточная Европа, когда развалился Советский Союз, развалился весь социалистический блок, они же быстро перешли в ЕС, там, в страны НАТО перешли. И вот они, вернее, не в страны, а в блоке НАТО, и они, значит, под как раз грантой Европейского Союза, каких-то, значит, стран, доноров, они быстро произвели именно реконструкцию действующего жилого фонда. Вот мы сейчас, ну, все равно я буду возвращаться к Казахстану, хотя я хотел отдельно поговорить, но будем возвращаться к Казахстану, к тому, что мы сейчас имеем свой закон в Казахстане, да? Мы имеем некий, значит, какую-то карту энергоэффективности. У нас есть... У нас есть карта энергоэффективности. У нас есть эта карта энергоэффективности, мало кто о ней знает, но она есть. Первый раз слышу, есть честно. В 2012 году закон даже вышел отдельный, понимаете? И, к чему это говорю, и там, значит, мы сейчас проводим некие мероприятия в начале, значит, сжигания этого топлива, хотя, значит, тоже Международное агентство, оно рекомендует начинать с конца. То есть вы в начале употребителя сделаете мероприятие по энергосбережению, тогда, может быть, и там в начале это делать особо ничего не нужно будет. А наш жилой фонд, вот весь, допустим, в Нур-Султане, да, весь жилой фонд правого берега, он же строился в Советском Союзе. Там потенциал по энергосбережению огромный. Вот мы говорим 18% в мире, а у нас, скорее всего, 5-10%, наверное. Где-то лет 10 назад у нас начали заниматься так называемой термомодернизацией. Утепляли двери входные, да, окна там в подъездах. Ну, я не знаю, честно говоря, статистику я не видел последние годы, что вообще сделано. И вообще, может, эта программа до сих пор идет, а мы об этом никто и не знает. Но, опять же говорю, что идея была отличная, хорошая, но почему ее не довели до конца? Я хотел бы, чтобы вы открыли четвертый слайд, в котором показаны, значит, возможности... Ну, по порядку, да, вот потери передачи электроэнергии. Мы плавно переходим вот к ним. Я вот сейчас ремарку, можно, да, вот смотрите, Жак, вот вы отличную фразу сказали, я ее могу продолжить. Мы не знаем, сколько потребляют электроэнергии или теплоэнергии дома, допустим, на правом берегу и на левом берегу. Вот я бы предложил, если нам, не знаю, мы отправим, может быть, Акимату, может, они прислушаются, да. А вообще есть какое-то соцсоревнование, условно говоря, между жилыми комплексами или между застройщиками столицы? А вот какой дом меньше тепла потребляет? Или вот... Вы знаете, вот я начал говорить, какие реформы провели страны Восточной Европы, когда они перешли от советского блока, так сказать, в капиталистический блок, да, ну, как бы условно говоря. Они наладили учет, то есть то тепло, которое заходило в дом, у нас сейчас просто распределяется, так сказать, на всех жителей. Ну, его нужно считать. Ты включил, не включил, ты открыл форточку, не открыл, сейчас уже никого это не волнует. Но при этом то, что у нас в домах, в квартирах жарко, это не потому, что наша теплоэнергетика заботится о нас, чтобы нам было, так сказать, комфортно. Чем больше он продаст это тепло, тем он, так сказать, больше получит прибыли. Вот так делать нельзя. И вы знаете, вот этому учету, конечно, наши теплоэнергетики, они будут сопротивляться, потому что сегодня, если заниматься на конце энергосбережением, там, я же говорю, может быть, ничего не надо будет им работать на самом деле. Ну, я здесь приведу слова Нурсана Абишича, если позволите, да, помните, на каком-то совещании он говорил, у нас такие потери при передаче электроэнергии, да, что если мы ими занялись, занялись бы, то, может быть, нам и станции новые не нужны. Вот, а я как раз тоже это... Давайте задержим еще раз вот график. А это было послание 9-го года, между прочим, которое я тоже люблю его цитировать, что давайте, в конце концов, наведем порядок в ЖКХ. Вот эти вот черным по белому он сказал, и я, мне прямо эти слова нравились, я где-то даже их цитировал тоже. И вот с 9-го года создали вот этот каст-центр ЖКХ, создали какой-то фонд при нем, но я честно скажу, не буду говорить плохого ничего про этот, так сказать, фонд, но мне кажется, некого переворота в сознании или даже в действиях, по-моему, не произошло. Или деньги кончились, может быть, поменялась какая-то стратегия, может они сейчас другим занимаются. Но вот этот слайд вы видите, да, передача... Да, вы его прокомментируете, да, то есть сколько мы, условно говоря, теряем при передаче электроэнергии, допустим, там с севера в центр, с центра, там, не знаю, на юг? Ну, это вы говорите про межобластные сети, кстати говоря, они сегодня у нас в удовлетворительном состоянии, и сегодня в тарифе вот эти потери у КИГОКа, они не такие, так сказать, высокие, там может быть 6, максимум 8 процентов. Но мы говорим про региональные, внутриобластные сети, вот тут, так сказать, кон не валялся. 15-16 процентов, ну, это, так сказать, для нашей страны, ну, это очень-очень большие, так сказать, проценты. То есть, на самом деле, есть куда стремиться и куда-то... Да, Южная Корея с тремя и восьми, я Индию не привожу, так сказать, в пример, я ее, как бы, для... Антипример. Да, антипример. Ну, вы понимаете, все-таки Индия тоже достаточно большая страна, она может быть и развита, так сказать, в IT-индустрии, да, но, к сожалению, вот в передаче электроэнергии они тоже, видимо, какие-то проблемы испытывали. Вот, это мы поговорили про, значит, мир, проговорили про, что было, значит, в Европе, и я хотел бы... Давайте плавно к нашим гусям, да. Да, к нашим гусям. У нас вообще энергоемкость казахстанская ВВП выше мирового в 1,6 раза. И здесь дело даже не в климате. Почему... Эх, а я только хотел сказать, у нас же холодно. Дело даже не в климате, а дело в том, что, ну, мы уже начали об этом говорить, я просто для примера, Канадский, Канада сопоставима по климату с Казахстаном, прицепоставима, но у нас ниже на 25%, вернее, выше энергоемкость на 25%, чем в Канаде и на 40%, чем, так сказать, в Китае. Мы, да, кстати, можем вот посмотреть этот график прямо вслед за ним. У нас сегодня очень много графической, аналитической информации, энергоемкость ВВП. Да, ну, да, сейчас зрители могут видеть его на экранах. Ну, давайте прокомментируем, да, вы уже начали. Мы сопоставимы с Канадой, но там, допустим, мы... Мы сопоставимы по климату. По климату. Но не сопоставимы по энергоемкости. Здесь вот данные приводятся, да, в какой интенсивность использования энергии на, значит, доллар ВВП. Ну, цифры, может быть, они так... Я хотел, чтобы мир действительно прошла как бы красной чертой, потому что в мире в среднем получается... 0,11. Да, 0,11. И вот приблизительно, если мы к этому будем стремиться, то уже, наверное, получится. Ну, то есть, условно говоря, для зрителей, простыми словами, мы, чтобы произвести, там, не знаю, ту же буханку хлеба, тратим там где-то на 40%, 60%. На 25%. На 25% больше, чем в среднем в мире. Ну, с другой стороны, вот вам эта тема близка. Если мы на 25% снизим вот эту вот нашу энергоемкость и использованный топливо, вот этот дизель или бензин, мы же можем его продать, заработать валюту. И его спортировать. Да. А мы просто его сжигаем, так сказать, в печах, чтобы произвести эту булку хлеба. Далее, что... Ну, это очень хороший тезис, я его повторю, подчеркну еще раз. То есть, чтобы, условно говоря, выпить буханку хлеба, мы в Казахстане тратим энергии в целом и электро, и тепло на 25% больше, чем мир. И это не связано с климатом, с холодом. Это, то есть, вот наши теплопотери и... Это с теплопотери, это отсутствие энергосберегающих мероприятий и технологий. Сегодня то, что используют технологии 70-х, 80-х годов, оно не энергоэффективно. Но, понимаете, и опять же, возвращаясь к начале передачи, если бы, значит, выполнить все те рекомендации, которые сегодня нам рекомендует, там, организация есть некая при Министерстве индустрии, если выполнить эти рекомендации, потому что у каждого предприятия есть энергоаудит. Там прописано четкое мероприятие, что он должен сделать и, значит, к чему нужно стремиться. Но я вам один секрет раскрою. Из всего-то таких вот талмудов выполнены только замена лампочки и замена дверей. Знаете почему? Ну, это, опять же, банальная история, потому что эти затраты невозможно включить в тариф. Ну да. Поэтому они остаются на бумаге и нет механизмов, чтобы его как-то стимулировать или, грубо говоря, наказать. Помните, когда сделали штрафы за непристегнутый ремень, люди стали 99% все пристегать, потому что это бьет по деньгам каждого автовладельца. Здесь точно так же. Не выполнил мероприятие, вот тебе штраф. Ну вот, да, мы перешли уже во вторую половину, да, и вот Казахстану. Я, знаете, вот хочу спросить, Жак, да, вы сейчас, наверное, видите, что творится в Европе по электротеплоэнергии. Наверное, видели вот этот список. Я думаю, он для Казахстана вообще был бы, ну, не знаю, там, какими-то фразами, приказами, которые там перевернут мировоззрение. Ну, они вот пишут, кондиционеры, если там меньше 27 градусов на улице, не включать. В магазинах свет днем приглушать, потому что тратят электроэнергию. Штрафы там магазинам за открытые двери при включенных кондиционерах и так далее. Пошел-поехал. Ну, у них цель снизить на 15% энергопотребление, потому что зимой они стоят в дефиците из-за вот этой всей санкционной истории. Вот вопрос, ну, мы не европейцы, понятно, они, вот, ну, два вопроса, да? Они могут на 15% вот так директивно взять, снизить, вот, чтобы там не мерзнуть? И вопрос второй, а можем ли мы сделать так, допустим, на 5% в год? И может быть, нам действительно тогда каждый год и не нужно строить станции вообще? Здесь же о чем идет речь? Там люди умеют считать деньги. И когда пошел такой, ну, грубо говоря, правительственный призыв, люди пошли на него, потому что они видят, они же слушают, видят, смотрят, что к этому может привести. Завтра просто еще зима не наступила, а они уже могут оказаться, так сказать, без источника, так сказать, энергоресурсов. У нас в Казахстане это, к сожалению, пока не получается. Опять же, из-за нецелесообразности экономии. Мы в квартирах, никто не экономит. Ни свет, ни воду, ничего, ни тепло тем более, потому что его невозможно вообще экономить. Ну да. Нет возможности учета. Ну, я скажу, что в некоторых домах в целом, в квартирах, не всегда можно вообще регулировать подачу тепла в батарее, потому что не всегда работают эти крутилки. Не то, что их нет вообще. Ну да. Их нет. Я не знаю, в новом домах, но я живу в достаточно новом доме, у меня нет. У меня в одной комнате работают, в одной не работают. Я могу просто отключить. Да. Но счет мне, как вы сегодня спросили, что такое гигакалория, он все равно мне придет. Они же, он никак же, он же никак не учитывает, что я выключил. Абсолютно не учитывает. Ты платишь, как все. Да, поэтому гигакалории мне все равно придут. И я хочу, так сказать, мы, наверное, идем к завершению, что у нас в Казахстане на самом деле есть вообще-то кипяя в энергосбережении. И помните, я вам говорил, что к 2025 году мы должны снизить на 25% энергоемкость. А к 50-му году... Это когда было записано? Это где-то в одном из законов, наверное. В начале 2020-х? Но их не меняли, эти цифры, они утвержденные. И к 50-му году мы должны снизить на 25%. Слава, дай бог оговориться, чтобы эти цели у нас нашли, так сказать, возможность завершиться, да, грубо говоря. Но мы к ним вообще идем? Это кто-то считает? Мне кажется, что сейчас в недрах правительства или министерства есть некий такой документ. Давайте мы степ-бай-степ, да. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации дифференциации. Это, значит, следующий шаг, это повышение тарифа, да? Поднимут на какой-то, значит, процент малобеспеченным. Вот сегодня я смотрел концепцию проекта закона, и там четко написано, дайте возможность Акиматам областей, значит, проводить, ну, как они, субсидирование малообеспеченных людей. Ну, типа адресной помощи, скажем. Это второй шаг. Третий шаг. Значит, если вам придут на следующий месяц счета высокие, вы не побежите сразу в Акимат. Почему? Потому что это было объявлено всем. Вы согласились? Согласились. Значит, занимайся энергосбережением. Но не просто так тебя ставить перед энергосбережением один на один, а какие-то давать ему рекомендации. Если ты в старом доме живешь, давай мы сделаем так называемый револьверный, есть такой метод финансирования. Ты, значит, платишь как бы так же, как платил, но, значит, компания, которая свои деньги вложит, оно в последующем от энергосбережения эти деньги будет возвращать себе. Такие, кстати говоря, были моменты, но почему-то они не завершились, они на уровне эксперимента так и остались. А такого повального... Вот здесь уточнение у меня, вот эти глобальные инвестиции в энергоэффективность. У нас в Казахстане финансовые институты, там, развитие, госорганы, кто-то вот финансирование общества. У нас, я же говорил, в 40 странах есть вот эти фонды энергосбережения, в Казахстане нет этого фонда. В Казахстане нет. Нет. Или он есть, но мы о нем не слышали, как обычно. Ну да. Где-то он спрятанный под кем-то, чтобы вот так вот, ребята, давайте, кто хочет финансировать... А, кстати говоря, знаете, кто финансировал? Какие-то проновские, гранты... Ну, ЕБРР, наверное, что-то эпизодично делает, но системного финансирования... Нету, нету, да. И, по-моему, банки второго уровня неохотно на эти вещи идут. Да, я думаю, они вообще вряд ли этого финансируют. Или вообще не идут, да. Легче потребительский кредит на смартфоны, да. Поэтому нужно проводить эти мероприятия. Я вот говорю о том, что если он будет экономить, то в дальнейшем мы увидим мультипликативный эффект. И это во всем мире так. Но, к сожалению, опять к тому, что мы лучше поздно, чем никогда. И мы все равно придем к этому. И те наши передачи, которые до этого были, они всегда останавливались на многоточек. На многоточек. Да, почему? А об этом мы поговорим позже. И вот сегодня, наверное, первый я спикер, кто будет поговорить по наиболее забережения. Я хотел бы, чтобы вы в дальнейшем приглашали именно людей, которые уже непосредственно руками занимались. Это Паруоновские специалисты. Специалисты, кстати, Юсаид, по-моему, что-то финансировал. Вот они вам расскажут, почему оно осталось только на уровне эксперимента. Где-то в Караганде делали, где-то в Нурсултане делали и все. Ну, давайте на позитиве завершим, да, все-таки. Мы к этому рано или поздно придем. Спасибо, Жакуб, за такую интересную беседу. Ну, вы удивитесь, у нас вот программа завершается. Ну, и давайте я подчеркну основные тезисы, да. Мне однозначно понравилась тезис о том, что энергосбережение – это первое топливо. То есть мы должны в первую очередь заниматься энергосбережением. И тогда, возможно, мы как раз-таки придем к той фразе, а может, нам и 100 новых станций в целом не нужны будут, да. В Новом Казахстане мы об этом говорим. Это более справедливый Казахстан. Безусловно, правительство должно уделить этому внимание. И вот здесь справедливо, да, то есть, ну, жилой комплекс в Нур-Султане, там, построенный, там, не знаю, в 21 году и в 2000 году. Каковы они вообще по энергоэффективности, по потерям, по потреблению теплу? Как они отличаются друг от друга? И вопрос, если там УСИ или кто-то еще захочет модернизировать дом, где на это взять деньги? То есть нужна реальная целевая какая-то программа, которая какой-то госоргану полномочен, или там, ну, новая госкомпания, конечно, не очень хорошо будет воспринята. Но что-то нужно с этим делать. И вот эти фразы, которые, вот эти цифры, которые озвучили, да, к 2025 году мы должны на 25% снизить нашу энергоэффективность, к 50-му году на 50%. Энергоемкость снизить на 50%, да, не правильно, на 50% снизить к 50-му году. Ну, этими цифрами нужно заниматься, мир к этому идет, и мы рано или поздно к этому придем. Тема большая, тема обширная, мы действительно здесь ставим многоточие, потому что мы только затронули. Ну, поблагодарим нашего сегодняшнего спикера Жакоба Хайрушев, заслуженного энергетика Кастанской электроэнергетической ассоциации. И я напомню, вы можете посмотреть нас в социальных сетях, официальном телеграм-канале. Увидимся через неделю на Atomician Business. Субтитры создавал DimaTorzok